Работники 8 опорных больниц региона получат доплату. Это решение сегодня приняло внеочередной сессии Одесского облсовета. Речь идет о медиках, которые непосредственно задействованы в противодействии распространению эпидемии коронавируса. Доплата состоит из двойной ставки, профинансированной облсоветом, и двойной ставки, которую в свою очередь выделяет Кабмин. По подсчетам в этот период оклад у врачей будет составлять от 12 до 32 тысяч гривен. Если ставка младшей медсестры инфекционной больницы составила 4 700 гривен, то после пересчета она повысится до 23 600 гривен. Вероятнее всего доплаты эти временные на период карантина. Проект решения, за который сегодня мы проголосуем, предполагает доплату 2660 работникам больниц, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Средняя сумма доплат из областного бюджета составляет около 10 тысяч гривен на медицинского работника. Динамику роста заболеваемости предугадать невозможно, и мы не можем охватить и предусмотреть все и сразу. Поэтому и очередную сессию областного совета мы будем проводить чаще, по вере необходимости, в зависимости от масштаба распространения инфекции. Также депутаты приняли ряд обращений к центральным органам власти. Первое – при рассмотрении поправок в госбюджет не допустить урезания субвенцией райцентром и объединенным громадам. Второе – обратить внимание на грядущие неурожаи за засухи. В Одесской области спасать нужны едва ли не половину всех озимых культур. Засухливая зима, положительные температуры привели к тому, что на сегодняшний день у нас в метровом слое 35 миллиметров, то есть на 28 марта. Кто-то понимает, это практически полная социаловлага. Я вам скажу, что учитывая того, что ближайшие 8-10 дней по прогнозам осадков не будет, это приведет к полной гибели этих культур. Мало того, из-за того, что социология, мы сегодня не можем гарантировать, что мы получим урожай с торговых культур, таких как пацанов и куроз. Это говорит о том, что будущее животноводство тоже под большим вопросом.